Активный образ жизни, совместный отдых оборачивается проблемой. Как вывезти всех детей на природу, когда их много? Очень много. У супругов Шерстневых и Саиногорска 9 детей. Шестеро из них несовершеннолетние. А еще есть трое маленьких внуков. Вот на озерах куда-то выезжать, 2-3 рейса приходится делать. Это вещи увезти, детей увезти, туда-сюда. И приходится 2-3 рейса. В общем, пока возишь, дети отдыхают, а ты не отдыхаешь. Что мы получим новый автомобиль и большой, что мы очень рады. В семье на Сибулиных и Шира 22 ребенка. Родных только двое. Когда они выросли, в доме стало тихо. Это не давало покоя Галине Николаевне. И она решила взять на воспитание девочку. А потом еще, еще и еще. Я живу рядом с опекой. Я жила, опека в центре находилась. Любовь Георгиевна Таланова звонит и говорит, Галина Николаевна, ну вот нужно нам деточек определить куда-то. Ну, Галина Николаевна, ну хоть на день, на два. Вот в понедельник, может, пристроим. Галина Николаевна берет, она их влюбляется. И уже никому, и сами дети уже не уходят. И дети приемные. Сейчас будем всех внуков приемных катать, всех приемных ребятишек. Теперь все вместе будем ездить. В Хакасе уже несколько лет вручают микроавтобусы многодетным семьям. Тем, которые воспитывают больше семи детей. В 2023-м расходы на эти цели выросли в 4,5 раза. В планах регионального правительства на ближайшие годы обеспечить автомобилями все многодетные семьи республики. Мария Мишнина, Руслан Шалгинов, РТС.